друзья всем привет детвора собираются в садик то я вообще никак не хочет капризничает не знаю каким уговором не поддается поедем сегодня на машине я выгнал машину сейчас забежал в теплицу теплица у нас вся блестит вся переливается как вот узоры на окнах очень такой сильный мороз был ну знаете 20 градусов не было я несколько раз смотрел 16 самый большего на градусники такой потолок капли все по замерзали но в теплице плюс нормально отопление справилась там немножко немножечко промывал что у нас там горит нормально все но возле трубы растаяшая нету ничего труба просто кипяток все искрится на улице сейчас минус 15 деревья такие вот такие белые деревья у нас косты деревья давно у нас такого не было красота конечно красиво сегодня днем может должно дойти до плюса температура перепады конечно такой туман не туман друзья нет ничего хуже чем садиться на чужую технику подменил работника у него там проблемы там проблемы теперь опять руки в грязи приходится ковыряться проблема с топливопроводом если честно достала меня эта работа вечно грязный не получается быть чистому когда работаешь на тракторе маленько буду заниматься дальше здесь немножко даже поцарапал руку постоянные царапины санины очень неудобно все сделано приходится там в неудобных местах крутить вертеть всегда царапается это не порезать я люблю консервы резать это много просто берешь наверно это еще более-менее открылась обычно мне тяжко это идет что готовишь то что готовишь то а что не видно что я готовлю тушенку макарону макарону луков макарону макарону лук макарону макарону Хорошая такая сковородка, я заценила, кстати. Там давилась? Да, и блины на ней хорошо пожарили. Жарить, печь. А что, может сначала лук надо было обжарить? Нет? Ну, тут тушенка только. Если я сейчас сначала обжариваю лук, я на массу прожарила бы, там много масла, потом туда тушенки, ну не знаю, мне кажется, это неправильно. Если когда с мясом, макароны, ну действительно с мясом свежим, то да, то сначала лук обжариваю, потом мясо добавляю, а тушенку нет, потому что тут и так жира много и воды, не знаю. Поэтому лук сначала не обжариваю, а именно вот так вот варю, наверное, можно сказать. Варишь все вместе? Да. Ну, сейчас оно мне все выкидывает, и я потом макароны добавлю и все. Вкусненько пахнет. Сейчас добавлю макароны. Вкусненько пахнет. Выкидывает. Вкусненько пахнет. Видишь? Были спиралки, оставались. А на английском паста, да? На итальянском. На итальянском. И на итальянском тоже паста? На английском не знаю, на итальянском точно паста. Макароны – это итальянская еда. Пицца, паста, фуникан. Жульен. Нет, это французское что-то. Ладно, не будем умничать. Не буду. Тем более я пишу с ошибками. Ой, да. Ты пишешь с ошибками. Ну, ничего. Кто любит писать с ошибками, не обращайте внимания. Я хочу, что защищу зеленую базу. У меня там есть дешевая. Ну что, папа, будешь такое есть? Конечно, буду. Ты ж не любишь макароны? Нет, такое по-флотски я люблю. Интересно, а почему по-флотски? Чтобы быстро на флот и готовить. Не знаю. Ну, сейчас добавлю немножко зелень и яднушку. Очень люблю, когда макароны добавляют приправу зира. 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 Помидоры доел. У тебя как раз к макаронам помидоры кислые. Чуть-чуть осталось. А там же еще банка. Да. Крышку нам такую надо большую, кстати, на сковородку. Да. Угу. Она большая. Она совсем большая. Она очень большая. Все красиво. Много трубочек. Ну, кто-то усердно пил. Компот. Да пусть стоят. Не выбрасывай. Не выбрасывай. Они штоков пили. Ну, не знаю. Сейчас еще захотят. Как у тебя день прошел? Замерз ужас. Я думал, уже не будет мороза. Не, холодно на улице. Ну, минус двенадцать уже. Я думал, этой ночью будет уже не так жарко. Сегодня хочу поделиться текстом. Ивангелие от Луки. Тринадцатая глава. Двадцать третий текст. Некто сказал ему, Иисусу, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказывал вам, многие поищут войти и не возмогут. В общем, разговор о том, что у Иисуса спрашивают, действительно ли мало людей спасется. Он говорит, да. Что многие поищут, но не смогут. Задумайтесь над этими словами. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за комментарии. Птички. Хочу поделиться. Птички. Мне кажется, что их кто-то подстрелил. Потому что у них ранки. Может, какой-то мальчишка играл, я не знаю. Там, скорее всего, из воздушки там стреляли, баловались. Так что это не гриб. Не птичий. Холодно у нас сегодня. Весь день минус восемь. Я думал, уже тепло будет. В общем, еще один день зимы у нас прошел. Я уже хочу лето. Оставайтесь с нами. Надо на Сахалин. На 4 месяца. А кто это там? Голос за кадром. Голос за кадром. Спасибо за подсказку. Всем пока, друзья.